Больше 36 тысяч самарцев в этом году написали диктант Победы, ответили на тематические вопросы о Великой Отечественной войне. По России количество участников уже перевалило за миллион. За 45 минут, один классный час, конкурсанты должны справиться с 25 вопросами. 20 из них касаются истории страны и мира, а 5 – родного края. По итогам диктанта лучшие результаты по Самарской области показали 19 человек. А Виктория Леонова стала одной из первых по стране, вошла в 20-ку лидеров. Она верно ответила на все вопросы всего за 10 минут. Первый раз участвовала и привела ребенка в школу, в деревенскую нашу, в Жигулях. И они участвовали, писали диктанты. Мне директор школы предложил тоже написать исторические книги, историческая литература, исторические фильмы очень любила. У нас очень дома большая библиотека была. И вообще у нас очень много исторической литературы было в доме. Я как-то приучилась читать, а сейчас я вообще много читаю. В следующем году Виктория отправится в Москву. Как одному из федеральных победителей ей вручили приглашение на парад на Красной площади. Памятные призы вручили всем отличникам. Более того, с этого года призеры проекта, который еще учится в школе, будут иметь преимущество при поступлении в ВУЗ, если возникнет конкурсная ситуация. Очень здорово, что в Самаре, в Самарской области любят, ценят и помнят нашу историю. Это значит, что корни, без которых мы не можем жить, здесь особенно крепки. Люди понимают, что такое война, что такое победа, почему нужно знать правду о своей истории, беречь ее, дорожить ей, ну а если потребуется и защищать. В этом году к патриотическому проекту присоединились и зарубежные страны, среди которых Германия, США и даже Австралия. Всего участие приняли жители 76 стран, что почти втрое больше по сравнению с предыдущим. Диктант проходил как оффлайн, так и через интернет. Самара стала второй площадкой после Москвы по количеству пунктов оффлайн проведения. Здесь их было больше 700. В 2021 году в планах расширить географию проекта. Мария Ильевна, Николай Епифанов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова